МОТОРАДИО Милые дамы имеют прямое отношение к театру У нас в гостях Светлана Дорожка Главный режиссер кукольного театра сказки Петербургского Здравствуйте, добрый день Здравствуйте Как ваши дела? Да вообще неплохо Поближе к микрофону, если можно Дела неплохо, прямо отлично Так, хорошо И заместитель директора этого же самого театра Кира Александров Кира, здравствуйте Здравствуйте Как ваши дела? Отлично Как вы добрались? Хорошо добрались Ну у нас место такое здесь экзотическое Экзотическое Удалось все-таки, да? Все интересно И великолепная Екатерина Мачехина Главный виновник вот этого эфира Катя, здравствуйте, добрый день Добрый Как ваши дела? Все отлично И так, сегодня, как вы все догадываетесь Мы поговорим о театре Редкая такая вещь для наших эфиров Тем более не просто о театре, а о кукольном театре Тем более, что ваш театр еще и имеет дату интересную Связанную вот с этим декабрем Да Наш театр, поскольку он сказочный И родился он в такое самое сказочное время Это зима, предновогодняя вся вот эта суета Но родился он давно, в 1944 году И идея его рождения пришла трем актрисам Как раз в Петербурге было тогда страшное время Да, заканчивалась блокада Жуткая Вот И три актрисы решили, что, наверное, нужно под Новый год Как-то порадовать детей Которые живут даже не в самом городе Да, вот его как бы в окрестностях Ну и в городе, наверное, тоже И решили организовать такую Выездную бригаду Да И ездить, показывать такие просто вот на колесах Грубо говоря, спектакли для детей И вот К Новому году, в общем-то, у них все вот это получилось И так вот, в принципе, это были первые ростки Как бы нашего театра И сейчас он уже Слушай, это же сколько же лет-то получается? Это уже сколько получается? Ну, здесь шесть Ну, прямо совсем-то Ну, еще не ровная дата Еще не ровная, да Вот ровная была в прошлом году А сейчас не ровная Но у нас при этом, при всем Случился новый виток развития в нашем театре Потому что долгие годы Художественным руководителем театра был вот Игорь Селыч Игнатьев Который был его, так сказать Бессменным руководителем На протяжении 30 лет И театр, в общем-то, очень известный в городе Много поколений детей выросло И прошло через него И имеет свою хорошую историю И свой стиль И очень такое заметное лицо Как бы вообще на поле театральном Петербурга Вот, но К сожалению, да, в начале 19-го года Там его не стало И как раз В конце года началась эта пандемия В общем, такое смутное время вот это началось И Случилось так, что в театре Появился новый главный режиссер Вот он сидит у нас Сидит она, наша звезда Вот Появилась в театре И с ее приходом Конечно, все непросто Поскольку, да Когда много лет руководит один человек А тут нужно Несколько Внутренне нужно было перестраиваться Отличается, например, от армейского подразделения Где есть устав Согласно уставу Вот этот танк Вот его заправлять сзади Снаряды спереди заряжать Ну и там просто Там пришел следующий лейтенант И он знает И так же по инструкции Прочитал и по инструкции Да, да Здесь это абсолютно живое дело И театры Это люди в первую очередь И каждый человек Он интересен Многогранен И Привычки Они тоже играют большую роль Да И, конечно, принять что-то новое Это всегда трудно Ну В большинстве А вы прямо сейчас Прямо при живом Главном режиссере Рассказываете о трудностях Того, что она пришла Нет, я говорю о том Что она, в общем-то, пришла И с этого момента Мне кажется Началось новое развитие театра Потому что за то короткое время Которое она, в общем-то, находится Вместе с нами Уже у нас много побед случилось Много хороших спектаклей выпущено И, ну, может, Света, ты скажешь что-нибудь? Да, у нас все хорошо Слушайте, а кукольный театр Как он борется с интернетом С тиктоками, ютубами и так далее? Он вообще ни с кем не борется Он абсолютно Хорошо, конкурирует как? Театр Он не конкурирует Театр – это отдельная абсолютно Сфера Которая никогда не заменит Театр Ну, если Ну, как бы Он не заменит Ну, подобные же разговоры Ведь происходили с появлением кинематографа Совершенно верно Да, да, да Кинематограф, театр кому нужен? Но театр настолько специфическая Сама по себе Структура И, как это сказать Это такое Специальное место, да? Вот эта атмосфера, которая Есть в театре, да? Живые люди Здесь и сейчас Ну, да Да, общее вот это Состояние зрителей Да, вот я пришел Я не один сижу перед телевизором Или даже в кинозале А это группа людей Которые вот сейчас Какую-то эмоцию Совместно переживают От того, что они видят на сцене И плюс ко всему Эмоцию, которую тут Здесь сейчас рождает актер Ну, я бы еще добавил Что если бы не Екатерина Мачехина То кто бы пришел, да? Она вот помогает нам С билетами Это я такой Реверанс в сторону Екатерины Но, тем не менее Кукольный театр Специфика такая Ну, все-таки Это не совсем актеры играют Ведь получается, да? Ну, дело в том Что кукольный театр Как и все театры Все жанры театральные Переживает сейчас Такой всплеск Синтетического театра То есть это Как жанр Впрямую Чтобы вот только кукла на сцене А актер спрятан Уже этого давно нет И если и есть То это такие спектакли Ну, вот это вот Классика Да, такая классика А основная часть спектакля Это смешение Синтез маски Проекция Актеры в костюмах Это такое довольно Насыщенное зрелище Даже в самых Ну, там, не знаю В трех поросятах Даже в таких спектаклях Это не как Вот в некоторых фильмах Старых Про революционные Сражения На полях Нашей Великой Родины Когда просто Ставят занавеску И там Одетая на руку Кукла Какого-нибудь Это вообще Все другое, да? Ну, конечно Ведь это же Опять же Театр Живой организм Он впитывает в себя Любой театр Театр кукол Тоже впитывает То, что происходит Вообще в мире И то, что вы начались Там с тиктока Интернета И мы тоже это впитываем И какие-то Все равно есть отсылки Даже внутри спектакля Про это Про что-то Шутки Ну, если жанр позволяет Да, про это шутить И говорить То это есть Вот Поэтому это все живое Это живой организм Который Так же, как и все вокруг Двигается Меняется Наполняется Выплескивается Вы слушаете Моторадио В эфире у нас Замечательные гости Сегодня Присутствует Кукольный театр сказки Петербургский У нас в гостях В лице Главрежа И заместитель Директора театра Курирует все это дело Великолепная Екатерина Мачехина Собственной персоной Мы продолжаем Вот вы говорите Что у вас Новый спектакль Который Совершенно взрослый То есть Я имею ввиду Что совершенно не кукольный Вот так можно сказать Нет, он нормально кукольный Там все в порядке Тогда я в промежутке Между музыкой Нет, я имею ввиду Что кукольный театр Это не то, чтобы узкое Такое направление Вот кукла значит Вот за ширмой Вот кукла И это тогда кукольный спектакль А если кукла Как предмет используется Если кукла Как дополнительная Форма выразительности К актеру Допустим Это все равно Остается кукольным спектаклем То есть У нас просто Нет такого Подхода в этом спектакле В котором бы кукла Имела ключевое значение Кукла Как персонаж Она тут же Рядом с актерами Вместе И это есть А можно сыграть Взрослую Взрослую тематику Какую-то отобразить Вот в таком формате? Ну Даже в формате Просто кукольного Абсолютно чистого Спектакля Как это в театре Образцово Например Необыкновенный концерт Вы, наверное, знаете Про этот спектакль Да, он же для взрослых Придуман Создан Авторами И там нет людей Все за ширмой происходит Вот, пожалуйста, для взрослых В нашем случае Про спектакль Вот если речь идет о спектакле Русалка Которая у нас 18+, И, между прочим, по Драматургической поэме Пушкина А мы можем по радио Говорить Про такой спектакль? Там нет эротического Ну, как бы, есть Чуть-чуть Ну, немножко Но все-таки Это не главное Катя есть там Эротическое? Немножко Вот, видите Екатерине верим Да Все-таки главное Что это Ну, такая Трагифарсовое действие По сюжету Пушкина В которой вплетены Песни Современного автора Ее зовут Светлана Бень Может, кто-то знает И слушатели Группы Серебряная свадьба Кабаре-бэнд Серебряная свадьба Вот Это такие веселые ребята Из Белоруссии Вот И песни этого автора Используются в этом спектакле Они полноправны Этот текст Полноправный участник Спектакля Наравне с текстом Пушкина И вот это соединение Классического произведения И Современной музыки Это очень любопытно Кроме того Что этот спектакль Вообще имеет интереснейшую форму Все происходит на свадьбе Зрители, которых там Тридцать Вмещает наш спектакль Они сидят за огромным столом Свадебным И Там Перед столом За столом На столе Происходит все действие Ходят актеры Играют музыканты Это не огромный зал Это не какой-то амфитеатр Да, это такое камерное пространство На 30 зрителей Это малый зал нашего театра А что входит в билет? На столе что-то есть? Немножечко есть Мы не можем об этом говорить Потому что мы все-таки Театр для детей В основном То есть Такие Этот спектакль И этот спектакль пока первый В нашем репертуаре Который вот с такой возрастной категорией работает Но мы будем продолжать Слушайте, как здорово Какие реформы у вас происходят Да, да, да Еще то, что маска Да И кроме этого Театральное сообщество Высоко оценило этот спектакль И мы номинированы В нашей главной театральной премии Золотая маска В четырех номинациях Лучший спектакль Лучший режиссер Лучший художник И лучший актер Между прочим В этом спектакле Одну из главных ролей Играет заслуженный артист России Валентин Морозов Которому На минуточку Семьдесят три года И он играет замечательно Он несет как раз Вот эту трагическую силу Образа Мельника У которого утопилась дочь И просто это такое сочетание Ой, какой-то триллер прямо Да И разновозрастных актеров И разных приемов И музыки И текста И света И визуальных интересных штук Которые придумал художник Ну, в общем, это прям Для нас это такое Я думаю, что для зрителей тоже Слушайте, а есть какая-то награда Которая самая престижная? Золотая маска Золотая маска Это она у вас есть? Нет, она еще нет Она мономинирована Ну, то есть сам фестиваль Случится, ну, само вот как В марте месяце мы поедем туда показывать Ключевой показ в Москве будет В марте 22-го года И тогда там жюри будет И примет решение А много народу борется вообще За золото? Ну, мы в своей категории Театр кукол У нас есть своя номинация Там, ну, около Сейчас, по-моему, 9 театров Претендует 9 спектаклей претендует На вот эти номинации Мы надеемся на лучшее А какой-то порядок Там надо представить Именно детский Или там это не договаривается Нет, не важно Это театр кукол Но вообще кукольный театр Все-таки так вот Даже по названию Для, в основном, для ребят Правильно? Для детей Или я не прав? Ну, дело в том, что Театр кукол Кукольный театр Вырос из обряда И изначально это, конечно, зрелище для взрослых И все эти площадные дела Ну, кукла что? Петрушка, да? Вот на площади Петрушка С матами Со всеми делами Для народа Где это такое вы видели? Как это где? На Руси Сейчас, конечно, этого не встретишь Потому что у нас же теперь наше все И нельзя так, ну, грубо-то А вообще-то это народный герой Который высмеял всех и вся Там полицейских, там, нехороших Попов, там Плохих врачей Царя Ну, это была такая На злобу дня Вот то, что делает сейчас Не знаю Другими способами Да, это была такая Острая сатира Петрушечники со своими этими ширмами Приезжали на ярмарку И играли там подряд Несколько представлений в день Народ собирался И дети, и взрослые А там бывало и крепкое словцо Как я уже сказала Ну, это совсем давно Еще до телевизора, да? Ну, естественно А теперь в наши дни Я все к чему клоню? Что к Новому году сейчас И потом и к каникулам, наверное К вам должна очередь стоять Из мамочек, которые тащат своих детей И приобщиться к высокому Ну, конечно, это же наш хлеб, конечно Ну, да Мы поговорили про русалку А теперь можно поговорить о том Что у нас сегодня был, например Показ сдачи спектакля Завтра у нас премьера Для самых маленьких Опять же, в камерном зале Мы подготовили для них Спектакль «Первая зима» называется Сделали специально другой зал Да, если вот когда идет взрослый спектакль Там стоит огромный стол Который занимает все пространство То здесь будет абсолютно другая схема зала Здесь будут лежать подушки Собственно, они сегодня уже пролежали Вот, подушки Дети сидят на подушках Родители вокруг них На скамейках И перед ними разыгрывается Очень милый Спектакль без слов Спектакль без слов Но при этом понятно абсолютно все Ты выходишь с теплейшим сердцем оттуда Под тебе разливается просто благость какая-то И ты вот на эти 40 минут Оказываешься в каком-то месте необыкновенном Просто у тебя абсолютно отлетает все, что за окном И тебе становится хорошо, спокойно, душевно И все напитывают с очень хорошими эмоциями То есть такое послевкусие, просто блаженство Это опять маленький зал, да? Это маленький зал для маленьких детей Вот завтра будет премьера Билеты проданы все? Билеты проданы, да Ближайшие билеты есть на где-то там 18-е что ли декабря Вот Все первые показы уже проданы Вот и Слушайте, а вообще вас так трясет немножко? Волнуетесь перед премьерой? Или уже столько их было, что уже, господи, подумаешь Ну еще одна Ну если вы меня спрашиваете, то я, конечно, меня не трясет Ну извините за жаргон Трясет создателей, как бы, да, актеров, режиссера Потому что они, как бы, не видели, да, как их действовать, да, воспримут зрители Конечно, переживают и нервничают Но для любого театра премьера это как рождение нового ребеночка Поэтому это всегда приятное событие И ты его ждешь, ты хочешь, чтобы это произошло Поэтому волнение всегда есть, да, как зрители вас примут Слушайте, а ну есть же какой-то прогон есть, да Вот сегодня был прогон Да, и на нем уже понятно, как это будет, да То есть вы, в принципе, уже переволновались То есть вы уже это в прошлом Вы уже понимаете, как это будет выглядеть А премьера номинальная, нет? Нет, 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 прогон был на своих же Да, это же мы, работники театра, пришли просто и посмотрели, что же там такое наставили наши приглашенные постановщики Художник, режиссер приглашенный То есть бывает так, что актерам все нравится, я такая была там вообще А публике не нравится или наоборот Актеры вообще к концу выпуска, так же как и режиссеры, уже сомневаются в итоге этого мероприятия То есть никогда нет такой уверенности стопроцентной на первых показах, что это вообще хорошо Вот, а зритель тоже может нести свои коррективы То есть показ для, ну просто прогон, с какими-то зрителями это одно А вот зрители, которые купили билеты, а тем более маленькие дети, наш спектакль все-таки адресован им Они, скорее всего, будут как-то по-своему реагировать Позвольте у первоисточника спросим, у Екатерины Мачехиной Я напомню, что Мачехина РФ это ведущий веб-сайт в России по распространению билетов А в нашей культурной столице так вообще без Екатерины никуда Кать, какой спрос на их произведения, на этих милых дам? Хорошо продается театр сказки Мы с ним начали работать недавно Для моих зрителей это достаточно новый театр Поэтому, конечно, они любят все новое и ходят сейчас с удовольствием на спектакли Отзывы очень хорошие Спектакли для разного возраста, до 12, по-моему, до лет в основном Ну да, сейчас пока так Очень удобно написано, ориентироваться удобно по спектаклям Всегда написано, ну, диапазон от 3 до 6, допустим, от 0 до 3 А нет какого-нибудь такого неприятия театра вообще, не вашего конкретно, а вообще в целом У современной молодежи, которая выросла, вот как мы и говорили, на тиктоках и инстаграмах И когда им старшее поколение умное, я, например, говорю, там, дочке Своди ребенка в театр Он говорит, папа, какой у тебя с ума сошел, все, вон в интернете все есть Как вот заставить, Катя, и тем не менее ты говоришь, что есть спрос И это очень-очень здорово Как вот эти два слоя человеческих живут вместе одновременно, параллельно? Ну, я думаю, что это все равно некоторый момент традиции И все равно это все идет у человека из семьи И если так или иначе люди когда-то ходили, это все равно этот навык, грубо говоря, и потребность в этом передается из поколения в поколение А еще, конечно, сейчас тяжелее держать публику, так скажем, в этом тонусе, чтобы хотелось Нужно делать хороший продукт Нужно не бояться экспериментировать, нужно как бы слышать Но при этом как бы не поддаваться полностью, да, а немножечко как бы и чем-то удивлять и воспитывать Я считаю, что вот эта функция театра, она как бы... А что театр дает ребенку? Что он воспитывает в нем? Ну, воспитывает, на самом деле, вот наш театр Это колоссальная помощь, я бы так сказала, сейчас В общении между детьми и родителями Потому что сейчас, на самом деле, во-первых, люди ограничены во времени, да То есть это временное общение, оно тоже сошло практически... Ну, очень мало времени дети проводят с родителями Потому что родители сейчас работают в основном Мы заняты поисками хлебонасущного, так скажем, да А театр — это тот момент, когда ты можешь взять за руку своего ребенка И провести эти два часа с ним, грубо говоря, на одной волне И театр расскажет ребенку, например, своим языком, да, театральным Это визуальный ряд, это музыкальные сопровождения То есть спектакль даст понять ребенку, да Что такое хорошо, что такое плохо Как полезно иметь друзей Как нужно вести себя с друзьями, да То есть простые библейские вещи, да Простые библейские вещи, но это не мама будет ему, допустим Но мама потом с ним это все обсудит после спектакля И ребенок сам может что-то... Спектакль может вызвать у него некоторые вопросы, которые он задаст маме То есть это прекрасное, как бы, посещение театра — это прекрасный момент, когда появляются общие темы между родителями и детьми И это очень важно Поэтому молодым мамам театр просто в помощь, особенно наш Скажите, друзья, Светлана, новый художественный руководитель театра Главный режиссер Да, главный режиссер А это разница, да? Да, конечно Да, а в чем? Я не подписываю бумаги Не сдаю приказы Кира, а вы подписываете, да? Нет, подписывает директор А директор, которого нет сейчас, он подписывает сидит Он подписывает Да, хорошо Тем не менее, смена руководства, как вы говорите, это смена... ну, не смена, может быть, какой-то апгрейд Творческого руководства Да, совершенно правильно То есть все как бы осталось как есть, но пришла я и предложила какой-то другой ход, другие идеи, другой способ развития, что ли, да? Кира, а вы на тайном голосовании за нее голосовали? А, Светлана пришла раньше, чем я, поэтому... Перепразируем Поэтому я за нее тайно голосовала Ну, а все-таки, что нового появилось в театре с вашим приходом? Можете похвастаться? Начни сначала Ну, первый спектакль, который я выпустила, был «Сказка о мертвой царевне» о семи богатырях А, ну, тут все понятно Конечно, понятно Значит, умертвили богатыри, понятно Единственное, что, ну, вот как-то совсем, мне кажется, необычно выглядит, то, что этот спектакль играют семь старух Такие, знаете, старухи прям натуральные У них огромные носы, попы и все такое, что старухам обычно свойственно Причем таким, знаете, совсем старухам при старухах Бабы-яги такие? Такие, да, прямо Они очень обаятельные, милые, веселые женщины Поют песни, знаете, танцуют Ну, веселых женщин играют три актрисы и четыре актера Ну, то есть, старухи у нас разные Вот, они где-то хором, где-то через считалки, где-то через прибаутки С потрясающе красивой музыкой, визуальной картинкой Легче всех играть было, наверное, мертвую царевну Я думаю, что мертвая царевна кукла Поэтому, мы же кукольный, давайте вернемся, мы кукольный театр Да, да, да И у нас есть вот свои особенности, что мы можем не сильно думать о том, как умертит царевна Она уже, в общем-то, не слишком живая, но все хорошо Вот У нас там всякие там, ну, допустим, у нас есть кукла высотой четыре метра в этом спектакле Ну, вот эти старухи, они управляют всеми куклами Они всегда видны, а кукла у них в руках Как бы, когда появляется кукла, как будто мы перестаем видеть старуху Такой фокус, да, вот этих, которые вводят этих кукол И мы переключаем, наше сознание переключается на вот этот, на это почти живое существо А вообще, вот чем вы это объясните? Действительно такой эффект есть? Это как физиология человеческая как-то так отрабатывает? Ну, сначала ты видишь человека, вот он на ниточках держит кукол этих А потом куклы начинают двигаться Понятно, что руками, да, все понятно Да, да, да Но ты начинаешь смотреть за тем, как двигаются куклы И каким-то образом перестаешь видеть человека Вот это, вот в чем тут дело? Не знаю, мне кажется, это вот движение неживого То, что ты воспринимаешь как предмет, да, как форму И это каким-то образом делает человекоподобные жесты, например, да То есть оно может то же самое, что могу и я Только он еще больше Например, кукла может, я не знаю, там сделать кульбит в воздухе с места А потом прилепиться к потолку Ну, допустим, человек это не может сделать, а кукла может И это зачаровывает, это удивляет Ну и плюс у куклы есть свои характерные особенности, которые вот Ну, не то, что человек не может так Но это завораживает, потому что это образ Это, ну, это не человеческое лицо, например Это может быть вообще не человек, да, ежик, ну, допустим, да То есть вот находить в предмете довольно условно Ведь это может быть просто шарик с ногами и руками, да Находить вот эту радость узнавания с человеческим Это тоже отдельно вот то, чем дорог театр Слушайте, а быть режиссером вот такого театра, где куклы есть Это расширение возможностей или наоборот И вообще, ну, вот сидит Никита Михалков на стуле, как всегда, с мегафоном И говорит, рота туда, этот сюда, тебе крупный планета Тут все понятно, он с людьми работает А у вас еще плюс к людям, еще добавляются еще и куклы То есть вам сложнее или наоборот легче или как? Мне кажется, нельзя сравнивать, потому что в работе Никиты Михалкова есть свои сложности А в нашей работе есть свои, потому что за куклой всегда есть человек Перефразируем, круче быть режиссером, как вы или как Михалков? А круто вообще быть режиссером, знаете В принципе, это очень интересно, очень тяжело Любым режиссером всегда быть тяжело Потому что это огромная работа Вы видите наперед, в голове сцены какие-то прямо По-разному бывает То есть вы придумываете или каким-то образом в себе создаете воображение И потом уже это воплощаете в жизнь Это так происходит? Но досконально придумать все воображение невозможно Все-таки передо мной живые люди, актеры Передо мной куклы, передо мной декорация костюма Которые тоже диктуют свои какие-то формы и способы высказывания То есть придумать вот Допустим, я знаю, что некоторые режиссеры делают раскадровки Как в кино И театральный режиссер тоже так работает Я вот так не могу Мне нужно, чтобы картинка здесь и сейчас у меня на глазах была И тогда я пойму, как ее максимально наполнить жизнью, действием Вот разные подходы Ой Вот это все Но самое основное, что это работа с людьми И людей много, и они все разные Режиссер это психолог Вообще А есть актеры, которых вы не любите, но цените в них их профессионализм И ладно, черт с ним, опять она пришла, это там актриса Вот собака такая Но она такая талантливая, поэтому я ее не... Слушайте, я работала постановщиком не только в этом театре В этом театре я сейчас главный режиссер, всего год прошел Но за моими плечами больше 50 поставленных спектаклей Я могу сказать, что такой актер есть практически в каждом случае Да, когда ты... Что такое? Хороший человек это не профессия, да? Вот это из этой серии Ты понимаешь, что человек талантливый, что он огонь какой артист И что можно сглотнуть и сказать Ладно, хорошо, я перетерплю тебя Толик Главное, что мы сделаем... Про кого-то было, да? У меня нет ни одного актера знаком с именем Толик Поэтому я никого сейчас вообще, я быстро подобрала именно такое имя Вот, что мы с тобой сработаемся, потому что ты все-таки талантищий И я тебя буду терпеть Ну, сколько сюжетов и в мировой литературе, и в кино Об интригах внутри театра, о подсиживании Как все хотят стать вами, или вами И всяческие интриги, доносы, письма друг на дружку Я вам больше скажу, что, как правило, никто никем не хочет и стать особенно Да я не договорил, я думаю, что... Извините Куклы-то, наверное, не пишут друг на друга И вам в этом смысле полегче? Ну, ведь за куклой всегда стоит живой человек Нет, я отвечу, знаете как? Что работа в театре – это работа живых людей для живых людей, да? Со зрителем Актеры – это очень эмоциональные люди Да и не только актеры Зачастую среди даже администрации есть люди, которые готовы пыхнуть, скажем, эмоцией Эта эмоция, если она застаивается, она должна находить выплеск в другом И этот выплеск может быть просто желание поконфликтовать Вот, собственно, только так это объясняется, мне кажется И что тогда помогает нам? Водочка, правильно? У вас есть пьющие люди, актеры же все, наверное Слушайте, в театрах кукол – это не проблема Я пошутил, да Это я так просто Опять же из литературы, неправильный образ А что-нибудь готовите к следующему году или к новому году вот сейчас? Что-то есть такое, на что надо сходить? Помимо премьеры, о которой мы уже говорили, которая завтра пройдет Что-то еще какие-то в планах поставить, в конце концов, уже Гамлета? В конце концов, вот в планах у меня Хармс Вы любите Хармса, как люблю его я? Я видел его изображение в виде граффити Да, это печально Вот и все мое знакомство Остальное все по кинематографу Хармс – это великий абсурдист нашего века, в смысле прошлого века И это очень питерская история Вот это некоторое сумасшествие, мистификация И какой-то гротеск – это все, что близко городу нашему, я считаю, абсолютно И театр кукол особенно Вот поэтому моя давнишняя мечта поставить Хармса на большой сцене С большим, с разными интересными, современными театральными приемами С куклами в том числе, конечно Кира Александровна пригорюнилась сразу А Кира Александровна все знает Я все знаю, и я очень довольна И поскольку это опять же будет к тому, что у нас что-то меняется и расширяется И до сих пор у нас были спектакли до 12 лет И вот появился новенький «Русалочка» для взрослых А Хармс нам даст вообще еще больше горизонт Поэтому для моей деятельности нет предела совершенству Просто твори Слушайте, а за границу не выезжаете с гастролями? Слушайте, это все так сложно стало Пока нет Даже не подымие дело Да Все-таки мы немножко раньше, в советское время Это было по-другому немножко устроено И театрам было легче выезжать Финансово, я имею в виду А сейчас мы же как бы Да, нам театр, нам государство платит зарплату И дает возможность ставить спектакли Но дальше мы сами Заработаем, съездим А заработать театром, как вы знаете Ну, может слышали, что очень сложно Но, тем не менее, мне кажется Все-таки в людях тяга к светлому и прекрасному Всегда есть, никуда не денется Катя, ну, скажи что-нибудь в завершении уже У нас время нас начинает поджимать потихоньку Что у нас вообще с театрами и конкретно с этим творится? С театрами все хорошо Мы потихоньку оживаем Надеемся на хороший Новый год Надеемся на хорошую новогоднюю программу Ходите в театр Ходите в театр с детьми Ходите в театр самостоятельно Обязательно с девушками Обязательно с мужьями Это хороший отдых Да, в наш театр обязательно надо прийти На новогоднее представление У нас в этом году все состоится, я надеюсь То есть и елка И елка, да И, в общем, радость Да, и Новый год, и сказка И сказка рядом Всегда Благодаря нам тоже А театр сказки не удерживает вас в рамках именно сказочных сюжетов? Нет У нас главный режиссер, который умеет Сделать Сказку сделать Да, да, да Слушайте, ну давайте будем заканчивать уже, ладно Было очень приятно вас видеть у нас в эфирной студии Такие редкие гости, высокопоставленные чиновники Большого Петербургского театра Так же можно это сказать? Можно, можно И, а где вы, как вот вас найти-то? Московский 121 Это станция метро Московские ворота Выходишь и прямо сразу Выходишь и буквально, да, буквально 3 минуты и ты в театре У нас отдельное хорошее большое здание Которое заметно с Московского проспекта У нас очень красивое фойе Да, необычное Необычное для театра Да и сами вы симпатичные Спасибо Спасибо вам тогда И пойдемте съедим какой-нибудь вкусненький пирожок Я напомню, что у нас в гостях сегодня побывали Светлана Дорожка Главный режиссер театра, кукольного театра сказок И замечательная Кира Александровна, замдиректора театра И великолепная наша Надежда Катерина Мачехина Главная по билетам в Россию Спасибо вам большое и до новых встреч Спасибо 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 Спасибо